Марка Хавейл уже давно присутствует на российском рынке и радует автолюбителей надежными кроссоверами и внедорожниками. В этом видео предлагаю посмотреть на новую модель на ряд 2020 и 2021 года, посмотрим чем Хавейл будет радовать нас в будущем. Во-первых, это Хавейл H6 третьего поколения с огромным количеством изменений. Далее обновленный Хавейл F7, которую везде представляют как модель 2021 года. Новый переднеприводный кроссовер с футуристичным необычным таким дизайном Хавейл Та Го и новейший компактный кроссовер с необычным названием Хавейл Ферст Лав. А сейчас о каждой машинке поподробнее. Итак, Хавейл H6 третьего поколения. Вместе с ним дебютировала новая платформа, архитектурно она во многом повторяет прежнюю, но многие элементы сделаны из алюминия. В итоге он стал на 44 кг легче и на 10% жестче, чем у прежней модели. Все это должно благотворно сказаться на пассивной безопасности кроссовера. Плюс уже в базовой комплектации есть 6 подушек безопасности. По сравнению с предшественником, новый H6 стал крупнее и обрел иные пропорции. Дизайнеры отказались от не спадающей линии крыши, что обещает больше пространства в салоне, а также вернули полноценные боковые окна за задними дверями, какие были у шестерки первого поколения. Салон сделан по новым для марки Элекалом. Перед водителем приборный экран диагональю 10,25 дюймов. По центру широкоформатный тачскрин медиа системы на 12,3 дюйма, а еще предусмотрен цветной проекционный дисплей. Вместо рычага управления коробкой передач установлена вращающаяся шайба, а центральный тоннель сделан двухэтажным с нишей для мелочей внизу. Из оснащения заявлены кожаный салон, электропривод передних сидений, панорамная крыша, кнопка запуска двигателя и многое другое. В стартовой комплектации стоит турбомотор объемом 1,5 литра на 169 сил, в общем такой же как у прежней модели. Но в более жирных комплектациях ставят новую двухлитровую турбо четверку 4N20 с непосредственным впрыском и двумя фазовращателями на 224 лошадиные силы. Обе модификации имеют семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, привод передний, ну или полный, с муфтой на задней оси. На китайский рынок новый H6 уже вышел в августе 2020 года, стоит он от 111 тысяч юаней, это примерно 1 110 000 рублей. Havail F7 2021 Главной особенностью этой модели стало появление во всех комплектациях Havail F7 нового интерфейса TAI 3.0, разработки китайского IT-гиганта Tencent. Новое ПО обеспечивает улучшенную интеграцию смартфонов и системы автомобиля, предоставляет доступ к различным сервисам Tencent, включая туристическое обслуживание, воспроизведение потокового аудио и видеоконтента, мессенджеров. И в перспективе автомобили, оснащенные этой системой, смогут обмениваться информацией между собой для обеспечения комфорта и безопасности дорожного движения. Перемены во внешности затронули в основном решетку радиатора, которая получила новый дизайн с интересным орнаментом вместо прежнего сотового рисунка. Такой ход призван омолодить экстерьер кроссовера, привлечь внимание более юной публики. Спортивный стиль кроссовера сохранен и в салоне, где присутствуют высококачественные элементы отделки. Начальные комплектации оснащаются небольшой 7-дюймовой полностью цифровой приборкой, в то время как более дорогие версии получат 12-дюймовую панель. После рестайлинга под капот продолжат ставить 1,5- и 2-литровые турбированные двигатели, которые развивают 169 и 224 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DST с двойным сцеплением. Новинка уже вышла на рынок Китая, стартовая цена 110 тысяч юаней, это примерно миллион сто тысяч рублей. Havail Togo, что переводится как большая собака. Снаружи Togo производит впечатление настоящего брутального внедорожника и по экстерьеру не имеет ничего общего с другими моделями. Образ подчеркивают некрашенные бамперы и расширители колесных арок, а также массивные рейлинги на крыше. Над обликом внедорожника работал Фил Симмонс, который летом 2018 года оставил должность главного дизайнера в компании Land Rover и переехал в Китай, чтобы стать шеф-дизайнером фирмы Havail. Внедорожное такое настроение поддерживается и в салоне, перед пассажиром, а также на передних и центральных стойках крыши расположены массивные поручни. В каждой двери предусмотрен отсек для бутылок, причем для фиксации тары использованы резиновые ремешки. Но архитектура передней части салона сделана по последней моде. С дисплеем виртуальных приборов, над ним расположена дополнительная секция с контрольными лампами, широкоформатным тачскрином медиасистемы, шайбой управления трансмиссией и двухэтажным центральным тоннелем. Управление двухзонным климат-контролем зашито в медиасистему, есть электропривод передних сидений, камеры кругового обзора, панорамная крыша и многое другое. Пока что на машину ставят только бензиновый турбомотор на 1,5 литра и 169 лошадиных сил с роботом с двумя сцеплениями, передачей которого можно переключать лепестками на руле. Но позже появится более мощная двухлитровая турбочетверка нового семейства 4N20, а также полный привод с блокировкой заднего дифференциала и внедорожными режимами ездовой электроники. Havail Togo уже вовсю продается на китайском рынке. Цена начинается от 120 тысяч юаней, это примерно 1,2 млн рублей. Havail First Love или Первая любовь. Таинственная модель марки, о которой пока известно очень и очень мало. Показанный в Пекине паркетник на новой платформе под названием Limon позиционирует в качестве SUV начального уровня. Некоторые местные СМИ считают, что First Love заменит в актуальной линейке Havail модель H2. Возможно, что обе модели будут продавать одновременно. Машинку уже сейчас активно позиционируют как автомобиль для молодых парочек. Вот на этом и основано название модели. Внешне кроссовер выглядит очень интересно. С одной стороны агрессивная, а с другой стороны фары, которые уходят вниз. Появляется такое ощущение, что автомобиль плачет. В общем, необычный дизайн на передней части, а задняя часть по дизайну более сдержана. Однако до начала массового производства внешность автомобиля может поменяться. Внутри находится цифровая приборная панель, торчащий горизонтальный планшет мультимедийной системы, многофункциональный руль, место традиционного селектора передач, занял тачпад и еще один тачпад расположен на водительской двери. Паркетник получил большой панорамный люк, а также системы предупреждения о фронтальном столкновении и автономного аварийного торможения. О двигателе никакой информации пока нету, и учитывая, что платформа Лимон рассчитана и на электродвигатели, и на ДВС, и на гибриды, то при выходе машины в продажу в ней может оказаться какой угодно движок. По некоторым источникам машинка выйдет на китайский рынок в конце 2020 года, однако эта информация не точная. Цена также пока опубликована не была. Вот такими новинками Хавейл будет радовать нас в будущем. Пишите в комментарии, как вам новые модели от китайцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих видео. Всем пока!